Пусть прокомментируют руководство Польши, например, деятельность ПИС, при тех вложениях, которые были сделаны в Польшу, уровень жизни среднестатистического поляка там в разы выше. Хочу ответить. Есть такой миф? Это миф, потому что рассчитано все хорошо. Конечно, Польша является должником Евросоюза. В том смысле, что без участия в Евросоюзе такой прогресс был бы невозможный. В экономическом смысле это только около 1%. Польша развивается 4% в год. В среднем. Вообще, по одному показателю, это рост реальных доходов гражданина. На 2019 год Польша за последние 30 лет была на первом месте на земле. Быстрее развивалась, чем любая другая страна. Хочу сказать так, что источником, говорили это в прошлом эфире, источником богатства не является принадлежность к тому или другому союзу, а потому что... Организационная форма. Организационная форма. Если ты более эффективно организовываешься твои партнеры вокруг общего котла, ты просто будешь есть больше. Есть страны в рамках Евросоюза, которые беднеют. И Евросоюз не является как будто лекарством на бедность и так далее. Потому что у каждого есть свои вызовы, у каждого есть свои проблемы, свои решения. Одни умеют их лучше использовать, другие хуже. Здесь очень много моментов. Очень важно использовать прежде всего социальную инженерию. Потому что все заключается в том, чтобы не есть больше, чем зарабатываем. Чтобы возникала падушка на потенциале экономики. Ирландия в течение одного поколения из второй самой бедной страны Евросоюза вышла на вторую самую после Луксембурга богатую. Благодаря договору общественному, где работодатели получили возможность вместо 35% выплатить 8% в подоходного налога при условии, что весь доход будут вкладывать в создание новых рабочих мест. Правсоюзы взяли на себя обязательства, что новые забастовки никакие не будут организоваться. И они отвечают за то, чтобы забастовок не было, если будет гарантирован рост зарплат, который они договорились. И правительство взяло на себя готовность ограничить свои расходы радикально. И за очень короткое время возникла инфраструктура возможностей, которые подняли. В Польше тоже это был договор, диалог. Что с кем? Вот кто субъекты были договора? Ну круглый стол, мы помним, начиналось. Это политический. Я говорю, вот как этот стол, три стороны. Организованные работники, предприниматели организованные и правительство. Потому что правительство, если не ведет диалога, оно слепое. Откуда чиновнику, откуда министру знать, в чем нуждаются фирмы? Например, я отвечал за работу над директивой про время работы водителей. Но то, что делал, это просто слушал, что выгодно, польским фирмам считали все и так далее, это основа. Да. Просто получается так, что только этим источником, этим образом можно решать вопросы, предохраняящее возникновение конфликтов, уровень, atomизация общества. Вообще, например, из страны в Дании, где организации настолько сильные, что нет трудового кодекса. Потому что партнеры могут решать сами. Здесь видим, я бы сказал, отсутствие диалога. В том смысле, что если более 50% фирм заблокировали НДС, и вот как эта стена, можно говорить, это значит, что не работает система. Вот и считаю, что всю энергию, скажем, на этом втором фронте надо сосредоточить, безлетово, конец будет грустным. Так. Так.